Итак, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим не о птицах, а о том, что может случиться с каждым из нас, живущих в крупных городах. Вчера произошел со мной очень интересный случай. Мне позвонили по телефону, сказали, что с моей картой Альфа-банка происходят какие-то странные вещи, хотя у меня в помине этой карты не имеется. Когда они спросили, каким же я банком пользуюсь, я сказал, что банк-бербанк. Ну и они предложили проверить карту, что с ней все в порядке. Когда я им сказал, что у меня карта привязана к телефону, и с ней в принципе ничего не может произойти, они сказали, что все равно нужно проверить. Это первое, как говорится, второе, что стало настораживать. Они знали данные по карте. Мы проверили номер карты. Когда же мы дошли до следующего пункта, они сказали, что сейчас они переключат меня на техотдел, и им нужно будет сообщить информацию. Как вы думаете, какую информацию им нужно было сообщить? Все правильно. Они спросили трехзначный номер с обратной стороны карты. Тут я сразу понял, что все-таки это у нас мошенники. И пытаются развести просто-напросто на деньги. Но изначально, то, что я забыл сказать, они сначала начали спрашивать, какую последнюю сумму денег я помню, того, что у меня было на карте. Это тоже вас должно настораживать. Так что, мошенников очень много. Номер, по которому они звонили, я потом перезвонил с другого номера телефона. И этот номер оказался временно заблокирован. Вот такие вот вещи происходят в нашем городе, столице. Ну, это со мной, так сказать, произошло в первый раз, поэтому было интересно. Ну, и выяснилось, что все-таки мошенники не дремлют. Предупредите все-таки своих близких, родных, особенно матерей. Они в первую очередь могут пострадать от этого. Ну, и бабушек, и дедушек. Чтобы ни в коем случае никаких данных по своим картам не сообщали, не проверяли, и не верили никому. С вами был доктор Чугуевский. Всем хорошего дня и хороших выходных. Да, еще забыл одну важную деталь сообщить. Когда мне звонили, тот внешний фон звонящего был похож на фон какого-то колд-центра, либо операторский. Потому что там раздался такой шум, женские голоса. Либо это был просто звуковой фон. Такой человек работал с другом офисе, либо с другом операторском. Возможно, это будет интересно тем, кто ловит таких вот мошенников.